Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем разговаривать на очень интересную тему. Сегодня мы будем с вами говорить про страхование автомобилей. Какие бывают страховки? Какая нужна именно вам? Как они работают? Как происходят выплаты? То есть вопросов у начинающих водителей по этой теме огромное количество, а ответов очень мало. Сегодня нам поможет разобраться во всех этих вопросах эксперт по страхованию автомобиля Лена Карасева. Лена, привет! Добрый день! Сегодня мы с вами в таком формате дружеской беседы постараемся раскрыть все вопросы, которые вы сами же спрашивали в вопросниках, которые я добавлял до этого. Но если вдруг что-то вас еще будет интересовать, вы можете написать комментарий под этим видео. Так как я сам давно связан с машиной по страховкам, я знаю какие-то ответы на вопросы. Но тем не менее, я не являюсь экспертом, в отличие от Елены. Поэтому мы сегодня с вами поговорим и раскроем основные вопросы, которые вас интересуют. Елена, вот скажи, какие вообще бывают страховки? Естественно, мы про автомобили говорим. Сколько их видов и какая нужна именно водителю? Ну, неважно, начинающему или нет, для того, чтобы просто управлять автомобилем. То есть человек получил права, и вот ему нужно ездить. Во главу угла я бы поставила страховку ОСАГО. Так как ОСАГО это обязательный вид страхования. Без него нельзя выезжать на дороге общего пользования. И также нельзя зарегистрировать автомобиль. То есть это обязательное. Но у нас люди не до конца понимают, что они страхуют. ОСАГО расшифровывается как обязательное страхование автогражданской ответственности. То есть мы страхуем не свой автомобиль, а свою ответственность перед тем, кому мы можем нанести материальный ущерб. Я вот как раз такой вопрос хотел спросить. Многие думают, да, что ты страхуешь водителя, страхуешь машину. Я, если честно, в свое время тоже думал, что мы страхуем именно автомобиль. То есть мы страхуем ответственность. ОСАГО это обязательное страхование именно ответственности. Свой автомобиль, свою жизнь, ты вправе страховать или не страховать. Это дело добровольное. Как бы это неплохо, но не каждый может себе позволить. Не каждый считает нужным. И это на откуп непосредственно водителю. Хочешь страхуешь, хочешь нет. То есть это страховки отдельные уже. Это разные страховки. Добровольно мы можем застраховать себя еще и показка. То есть это отдельный вид страхования. И там мы непосредственно страхуем свой автомобиль. Рисков там множество. И так как это дело добровольное, мы можем сами их выбирать. То есть кто-то боится угона, кто-то боится ущерба, кто-то боится тотальной гибели автомобиля, кто-то стихийных бедствий или терактов. То есть все это добровольно, поэтому набирается индивидуально по запросу клиента. То есть каска, это получается уже добровольный вид страховки и совершенно отдельный. Кто-то хочет страховать, кто-то не страхует. Да. Это является обязательным только если машина залоговая. В кредит, например. А еще есть такой вид страховки, возможно меня поправишь, до САГО. Вот, например, я как-то страховал как дополнительная ОСАГО. Вот можешь рассказать, что это такое или я немного неправильно выражаюсь? Выражаешься в принципе правильно. То есть покрытие ОСАГО, максимальный лимит 400 тысяч по железу. 400 тысяч в нынешних реалиях это очень мало. И люди, которые хотят себя обезопасить от непредвиденных расходов, а вдруг мимо будет проезжать ну очень дорогой автомобиль. И ему 400 тысяч на правый передний угол не хватит. Ну или задний. Поэтому есть возможность расширить лимит своей ответственности. Но тут с оговорочкой. Потому как этот вид не очень выгоден страховым компаниям. Он очень часто требуется и расходов по нему много. Поэтому в большинстве случаев он продается только к КАСКО. Без КАСКО не дают? Да. А насколько увеличивается? Так, стоп. А КАСКО это же, там же и так выплаты должны покрыть? Не путай. Нет? ДОСАГО это расширение лимита твоей ответственности. КАСКО защищает твой автомобиль. А, все, понял, понял. А твоя ответственность защищена максимум на 400 тысяч. А если Ламборджини или что-то в этом духе, то получается, что 400 тысяч ни о чем. И дабы не нести дополнительные расходы, ты за небольшие деньги можешь расширить лимит своей ответственности. А на сколько? Там есть тариф определенный? Да, там в принципе у нас есть и 400, и 500, и 600, и 700, и 800, и миллион. Так, ну мы еще подробно сейчас вернемся в отличие КАСКО и ОСАГО. Мы обязательно сейчас дойдем до вопросов, как все это работает, при каких обстоятельствах. Поставим примеры, кто кого задел, уехал. Сейчас мы пока тогда основные вопросы по ОСАГО. То есть, получается, для того, чтобы управлять водителю, ему в обязательном порядке нужно застраховать вот эту обязательную ОСАГО, страховку. Да. Страхуем, получается, мы свою ответственность. И у меня еще такой возникает вопрос. Это вопрос подписчика. Например, он еще не получил права, он только на стадии, но он уже купил автомобиль. У него возникает вопрос, а может ли он ее застраховать? То есть, страхователь, это же не равно тот, кто вписан в эту страховку, правильно? Застраховать может один, управлять другой? Безусловно. То есть, таких случаев много, когда водители покупают, ну, тут в данной ситуации не водители, а собственники. Покупают имущество, транспортное средство. Они также регистрируют его в органы ГИБДД. И для того, чтобы их туда предоставить на осмотр, кто-то должен его туда пригнать. Да, но страховка же нужна. Чтобы зарегистрировать автомобиль, он расстраховался. Это гражданская ответственность того водителя. Но у нас есть понятие страхователь, собственник и водители. Соответственно... Это все может быть разное лицо, получается. Тут я помню, был такой вопрос по поводу, кто может быть страхователем. Страхователь, в принципе, это тот человек, который заказывает услугу, эту страховку, оплачивает ее, имеет право голоса в страховой компании. То есть, кого-то дописать, кого-то исключить, заменить госрехзнаки и так далее. Но собственник это тот, кто юридически является собственником. Юридически. На кого будет поставлен автомобиль на учет? Или стоит на ком? Собственник не обязан водить автомобиль. Он просто может им владеть. То есть, в графе собственника всегда юридический собственник. Кто в ПТС? Да. В ПТС свидетельство о регистрации, значит. А страхователем может быть не любой человек. Либо собственник, либо один из лиц, допущенных к управлению. Да. То есть, не может быть Петров страхователем, Иванов собственником, а Сидоров водителем. Петров исключение. Страхователем может быть либо Сидоров, либо Иванов. То есть, если вдруг я из-за того, что я там какой-то добренький, кому-то застрахуя автомобиль, значит, я туда должен буду быть вписан. Правильно? Да. Я должен быть допущен к управлению. Да. Все понятно. Следующий вопрос. В какой момент нужно делать страховку? Вот автомобиль человек купил, новый или бушный, ему все равно нужно страховать свою же ответственность. Правильно? Потому что страховка предыдущего хозяина, мы про это тоже позже поговорим, она не действует на него. Правильно? Правильно. Это ответственность того. Так вот, в какой момент и в каком алгоритме это нужно сделать? Сначала мы же покупаем машину. Да. И для того, чтобы ее зарегистрировать, нам уже нужна страховка. Да. Правильно? Очень часто возникает вопрос, когда страхователь говорит, так я же еще не собственник, машина еще на меня не зарегистрирована. Конечно, все так. Мы страхуем сразу после оформления договора купли-продажи. Иначе машину не зарегистрируют. Просто не примут документы на регистрацию. То есть, получается, бланк, это как бы обязательное страхование, это для инспекторов является обязательным документом для регистрации автомобиля? Так как страхование у нас вообще является ОСАГО обязательным, органы ГИБДД являются одними из контролирующих. То есть, ДПС на дороге проверяет, ГИБДД, МРЭО, регистрационный отдел, проверяет это при регистрации. По официальной статистике, в нашем родном регионе, Рязанская область, 35% не застраховано автомобилей. То есть, это сопоставлены данные автомобилей, которые стоят на учете и автомобилей, которые застрахованы по ОСАГО. И получается, что каждый третий водитель, даже чуть больше, не имеет полиса ОСАГО. Который управляет? Да. На самом деле, это страшная статистика. Сразу же здесь назревает вопрос по поводу ответственности. То есть, например, я понимаю, что эта часть вопросов, возможно, будет к автовюристу. Но если имеешь возможность ответить, есть знания, то давай попробуем раскрыть эту тему. Поэтому, если нет страховки вообще, останавливает инспектор. Ничего страшного не происходит. 800 рублей штраф. Он половинится, человек платит 400. Я помню, что она была 800 рублей, не изменилась. Хорошо, если вдруг произошло что-то. ДТП с виновником. Ну, допустим, если я управляю автомобилем, у меня есть права, но я не вписан в страховку. Ведь, если страховки нет, либо я не вписан, это равносильно? Нет. С точки зрения? Нет, даже по штрафам это немножко разное. То есть, если в страховке нет, штраф 800 рублей. Если не вписан 500, насколько я помню, либо предупреждение. Нет, но про ответственность в случае ДТП. В случае ДТП тоже разница небольшая есть. Потому как, если страховки нет вообще, то это уже никто не заплатит пострадавшему. Только через суд, либо полюбовно. Если же страховка есть, но там не вписан водитель, совершивший ДТП, то тут уже страховая компания виновника заплатит пострадавшему. Но выставит регресс. Будет взыскать деньги. Да, уже страховая компания будет взыскивать. Человека, который управлял. Да, да, да. То есть, если вы добропорядочный водитель, у вас все застраховано, а в вас приехал человек без полиса, это хуже, чем не вписанный. Потому что со страховой компанией все-таки все выглядит значительно надежнее. Если не вписан, то она платит нам. Но разбирается с виновником. А если нет страховки, то никто никому ничего не должен, кроме... Ну вот это вот, конечно, обидно, да, когда вы едете, такие, никого не трогаете, законопослушный гражданин с тебя приезжает там. Вот тут я бы хотела сказать о наболевшем. Сейчас в свободной продаже почти каждому доступно страховка, называется она «каска от бесполезных». Когда начинаешь предлагать, все сразу, не надо мне никаких «каска». Минимальная цена – 1950 рублей. Ну так, поподробнее. Это очень важная и нужная тема. Вот сейчас при глобальном количестве водителей незастрахованных, ты должен сам подумать о своей финансовой безопасности. То есть, например, у меня в семье четыре взрослых человека. У каждого есть по автомобилю. Три автомобиля у нас были застрахованы. Один нет. Дополнительные. Бесполезы, как выяснилось, были не на все четыре. Как выяснилось, за один день позвонило два клиента, в которых приехали водители Бесполеза. Я, в первую очередь, своя рубашка ближе к телу, проверила свой парк. И обнаружила, что автомобиль мужу не имеет такой страховки. Мы сделали ее сразу. То есть, есть компании, где это покупается только в момент оформления и действует с привязкой определенной. У тебя, например, полис альфа-страхования, и в этой же компании ты докупаешь себе вот этот дополнительный. То есть, у них условия такие? Да. Ну, то есть, альфа-страхование, дополнительные полисы, вот это от Бесполеза, не продает другим застраховавшись у других компаний. Да, 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 да. Вот. А она может продать потом? Вот я сейчас ОСАГО сделал. Да, да, да. Он привязан по срокам к сроку действия ОСАГО. То есть, вы оформили три месяца назад полис ОСАГО. Сейчас, после нашей беседы, подумали, а не сделать бы мне... Да, я подумал уже. Да, то есть, вы покупаете этот полис, но он закончится вместе с полисом ОСАГО. Соответственно, и стоить он будет не 1950, как на начало страхования, а за вычетом этих месяцев пропорциональный будет расчет. Но есть компании, которые продают... Отдельно. Отдельно. И там нет привязки ни по срокам, ни по компании. То есть, полис стоит 1960. Условия выплаты там ровно такие же, как по ОСАГО. 400 тысяч лимит ответственности... Это плюс КОСАГО. КОСАГО. ОСАГО мы страхуем свою ответственность. Но, если в нас приехал кто-то незастрахованный, либо с поддельным полисом... Это не еще. Это только 400. 400 застрахована наша ответственность. Вот давай рассматриваем. Вот мы с тобой, два автомобилиста. Я приехала в тебя. У тебя полис ОСАГО есть, у меня полис ОСАГО есть. Нет никаких проблем. Обращаешься... Это опять-таки, если ремонт не превышает 400 тысяч. Правильно? Даже если он превышает 400 тысяч, все равно заплатит компания максимум 400. Максимум. Тогда тот, кто не виновник, ему придется взыскивать деньги с виновника уже через суд. Да. Например, там на 600 тысяч. Ну, почему сразу через суд? Во-первых, мы люди, надо общаться, да, то есть предоставляйте документы, или там как оценивайте вместе этот ущерб и говорите. Но здесь явно 1600. Соответственно, составляется калькуляция. 400 тысяч платит страховая компания. А уже вот эту разницу, готов ли возместить мне виновник. Если нет, значит, тогда идем в суд. Я тебя перебил. Ты ставила пример, допустим, ты и я. Да, я въехала в тебя, у тебя полис ОСАГО есть, у меня полис ОСАГО есть. Ты обращаешься в свою страховую компанию, и тебе оценивают ущерб и выплачивают. Далее. Я въехала в тебя, но у меня нет полиса ОСАГО. Вот тогда обязательное оформление сотрудниками европротокола здесь не подойдет. Обязательное оформление сотрудниками, и обращаешься ты уже в ту компанию, где у тебя застрахована каска от бесполисных. Уже со мной будет разбираться страховая компания. Это значительно облегчает жизнь людям невиновным. Разбираться самому, нанимать адвоката, заказывать оценку и так далее, и так далее. Тратить время, нервы, деньги. Многие говорят, что недостаточно заплатили. У нас клиенту заплатили 174 тысячи. Этих денег на восстановительный ремонт ему вполне возможно не хватило бы. Но тут важный момент. Смотря где ремонтироваться. И он не стал ремонтировать. Он просто добавил эти деньги, сдал свой автомобиль в трейд-ин и взял себе другое. Это уже выбор каждого. Но даже если вам прям никак не хватает этих денег, все равно начать восстановительный ремонт и нанять адвоката все-таки не из своего кармана. То есть это я рекомендую каждому. Еще раз, как называется эта страховка, которая от бесполисных? В разных компаниях она называется по-разному. Где-то мини-каска, где-то каска от бесполисных, где-то... Ну я думаю, вот это самое такое название понятное, да? Мы в простонародье называем это каска от дураков. Еще раз, 1900 он стоит. Это минимальный пакет, стоит 1950-1960 рублей. Там очень много нюансов. На определенную сумму, да? То есть чем больше платишь, тем больше у тебя сумма страховая в случае ущерб. Нет, нет. Все как по ОСАГО. 400 тысяч максималка. А в чем тогда отличается разница в цене? Вот эти дешевые полисы 400 тысяч. Но есть более дорогие. 5500 стоит расширение до 600 тысяч. То есть опять не нашей ответственности, а тех, кто в нас. До миллиона есть за 10. Также есть индивидуальный расчет. Там очень много разных плюшек. Там подменные автомобили и так далее. На время ремонта. Эвакуация. Это все индивидуально. Так как это опять же вид добровольный. Набирается все как пазлы. Вот 1950 и 1960 это самый минимальный пакет. Который не бьет по карману, но каждому нужен. То есть получается какой мы можем сделать вывод. Пару выводов. Управлять автомобилем можно только если есть обязательная страховка ОСАГО. Так называемая. И водитель обязательно должен быть в нее вписан. Второй. Делаем вывод, что если вы, друзья, не вписаны в страховку. Я просто очень часто слышу от новичков. Да, я пока на права сдать не могу. Я там катаюсь. То есть человек еще и без прав садится за руль. Он не то что не вписан. Он еще не получил право управления. Вот этого делать категорически нельзя. Потому что если не дай бог что-то случится, да, мало не покажется. Поэтому не нарушаем вот это вот законодательство. Следующий вопрос, который я думаю тоже будет всех интересовать, это стоимость ОСАГО. Потому что последнее время даже я чувствую, учитывая, что опыт. Я, кстати, все свои автомобили страхую у Елены. С каждым годом эта сумма растет. Несмотря на то, что у меня максимальная скидка. У меня большой безаварийный стаж. И соответственно максимальная скидка. Но даже при этом все, цена потихонечку растет. А вот когда новичок и приходит и говорит мне, Сергей, я там 27 и там такие-то суммы. Я говорю, слушай, да я КАСКО чуть-чуть больше плачу. От чего зависит стоимость ОСАГО? Как она считается? Это сложный процесс. Для расчета стоимости ОСАГО требуется полный пакет документов. От чего зависит? Базовый тариф индивидуально при каждом конкретном случае выставляет страховая компания. То есть у нас с Сергеем стаж приблизительно одинаковый. Ну давай как будто бы и возраст одинаковый. И скидка у меня также максимальная. Но цена, давайте возьмем, от лошадей она также зависит. И у нас с ним аналогичные автомобили. И, к примеру, у меня может быть дороже, у него дешевле в одной компании. В другой наоборот. В третьей равные цифры. То есть основные факторы, которые влияют на стоимость ОСАГО. Базовый тариф, как я уже сказала ранее, это уже индивидуально присваивает страховая компания. При введении полных данных. Перебью, базовый тариф у всех компаний одинаковый? Нет, разный. И в одной компании для разных людей при разном составе водителей, он также при одном и том же автомобиле, он также может разниться. Грубо говоря, один и тот же автомобиль вписан, значит, в один автомобиль. Сергей, Елена, одна цена. Убираем Елену, базовый тариф может меняться. Добавляем моего мужа, он также может меняться. Добавляем его жену, он также может меняться. То есть это не, как сказать, не предугадать. Ну, то есть даже при условии, что и у нас у всех максимальная скидка и безаварийный стаж вождения. Но, тем не менее, насколько я помню, когда я вот сталкивался, начинал сталкиваться с первыми страховками, прописка в линии. Да, так, ну мы начали первый тариф, самый большой, на который помножаются все остальные коэффициенты. От каких факторов? Второй коэффициент, это коэффициент территории. Территория важна не страхователя, а собственника. Пусть страхователь и водитель прописаны в Рязанской области, если собственник прописан в Москве, коэффициент территории будет московский. Да, то есть это будет значительно дороже. То есть в два раза дороже, чем Рязанская область. Пока про это сказали. То есть получается еще коэффициент зависит от города? Да, коэффициент территории, да, он по прописке собственника. Не в каком месте мы зарегистрировали автомобиль, а какой адрес у нас в регистрационных документах, в паспорте у собственника. Так, еще от чего зависит? Далее, коэффициент возраста и стажа. Сложная таблица, где водитель с нулевым стажем и с возрастом 18 лет, это максимальный тариф КВС. И далее, как по мере взросления водителя и увеличения его стажа. Кстати, важный момент, что стаж начинается от момента выдачи первого водительского удостоверения. Потому как многие считают, что это как начал вписываться в страховку. Нет. То есть КБМ, коэффициент бонус-маус, это уже следующий коэффициент. Это скидка либо накидка. За каждый год безубыточной езды водитель получает бонус. Если же он накосячил на первом году, ну, неважно даже на каком. Не только не будет бонуса, будет малус. И будет очень дорого. Очень. Но тут я бы сказала о важности, наверное, личного страхового агента. Почему? Потому что мы знаем все эти тонкости. Как правильно поступить. Где применяется стаж по категории. Где общий стаж для расчета. Грубо говоря, у тебя стаж 20 лет. И ты получил вчера права на мотоцикл. Ну, соответственно, в каких-то компаниях берется стаж по выбранной категории и будет очень дорого тебе застраховать автомобиль. То есть он будет нулевой для мотоцикла. Да. Но наши знания позволяют нам умело манипулировать этими цифрами. То есть есть у нас компании, которые берут общий стаж, а не стаж по категории. Вот сейчас мы вернемся к вопросу, что еще влияет стоимость. Но вот этот вопрос меня заинтересовал. Если человек 15 лет назад получил права, но он не ездил. Да, вот сейчас прозвучала фраза, что если человек стаж считается для страховой с момента получения прав. Да. Ну да, это как бы логично. Но тогда возникает вопрос, а почему для этих людей, которые 15 лет получили назад права, но они не ездили, и они никуда не были вписаны в страховку, для страховой для них это ноль. И они делают максимальные цифры. То есть у них... Цифры не будут у них максимальными. Нет, но у них они платят очень дорого. Они платят. Потому что они говорят, что раз вы были не вписаны, значит вы не ездили. То есть у вас нет скидки. Нет. Нет скидки. Это другой коэффициент. Значит коэффициент возраста и стажа у этого водителя будет хороший. Хороший. А коэффициент бонус-малус КБМ у него будет нулевой. Ну вот. Потому как он не накопил. За каждый год безубыточной езды у нас скидывается... Ну присваивается водителю скидка. Также важный момент. Раньше эта скидка... Следующая скидка присваивалась по окончании предыдущего полиса. Теперь новый год в страховании 1 апреля. То есть не 1 января, а 1 апреля. Каждые 1 апреля мы получаем кто-то пряники. Ну понятно. У кого-то отбирают пряники. Да, отбирают пряники. Наработанные ранее пряники. Важно еще при расчете мощность автомобиля. Чем мощнее автомобиль, тем соответственно выше цена. То есть у нас есть от 30 до 51 коэффициент. Это от 50 до 72. Лишидиных сил. Правильно? Просто новички они не много не понимают. От 70 до 100 третий, от 100 до 124, от 120 до 155 и от 150 уже до бесконечности. Это шестой уровень дороговизны, так скажем. И подытожим. То есть базовый коэффициент присваивается компании индивидуально при данных конкретных условиях. По каким-то своим, неведомым нам, и не стоит даже пытаться. Да, просто интересно, что это за условия такие. Не стоит пытаться понять это умом. Это реально не поддается. Мы в страховании 20 лет, и раньше приходит к нам человек. Мы смотрим и говорим, так, возраст, стаж, мы уже знали. То есть тарифы были едины. И мы знали, кому в какую компанию, где как будет выгоднее. Сейчас все не так. При каждых конкретных условиях в разных компаниях может быть разная цена. Вот сейчас, честно, я открытие для себя сделал. Я думал, есть какая-то базовая по РСА. Была. Российская база авторских в Чуков. Есть. Есть какая-то, скажем, базовая стоимость. И уже исходя из твоего возраста, стажа, ну и, соответственно, чем больше у тебя возраст, тем дешевле. Тем больше безаварийный стаж, тем лучше. Прописка сельская дешевле. Потому что, якобы, вероятность собственника меньше попасть в ДТП, чем в мегаполисе. А здесь получается, что это сейчас уже не так. Это раньше так было, получается? Это раньше так. Ну вот я уже, значит, немножко отстал. Ну, то есть все вот эти коэффициенты, значит, коэффициент возраста и стажа, коэффициент бонус-малус, коэффициент мощности, они во всех компаниях, они по документам. Коэффициент территории. А они одинаковые, эти коэффициенты? Эти коэффициенты одинаковые. Хорошо. Все эти данные есть в РСА. То есть при вводе водительского удостоверения человек говорит, у меня не было ДТП, у меня была скидка максимальная, а почему вы мне сейчас там 0,78 ставите? Это не мы ставим. Это есть информация, которая хранится в единой базе, и она сразу подтягивается. И нам не нужно пытать клиента, нет, вот что-то было, вот вы давайте вспоминать. Мы можем посмотреть, когда было, кто был виноват. Мы можем посмотреть, любой может, вот эта вот база РСА, да, что это за база такая, в двух словах. Можно, можно, есть в общем-то. Это российская база авторстаховщиков, любой водитель может зайти посмотреть, и что он там может. Можно проверить подлинность своего полиса, можно проверить свой КБМ, то есть в принципе все, что меняется, можно посмотреть. А сразу такой вопрос, а он может сам посмотреть стоимость запчастей или работу? Нет. Не может, да? То есть это тоже все темный лес. Ладно, к этому, к ДТПшкам мы еще вернемся. Вопрос, получается, есть разница, в какую страховую компанию обращаться по цене? Потому что, насколько было вот раньше, как я помню, вот сейчас я говорю, если я сделал открытие, хоть какую, звони в компанию, у тебя данные одинаковые, коэффициенты база одинаковые, цена будет примерно одна. Если только сам страховой агент не накинет какой-то процент, например, как это делают в автосалонах, да, при продаже машин. Сейчас есть разница, в какую именно страховую компанию обращаться? По цене я имею в виду, цена будет отличаться? Будет отличаться. Во всех компаниях плюс-минус может отличаться разительно. То есть на прошлой неделе у нас был такой случай, что нужно было дописать водителя в действующий полис, молодого водителя. Доплата была 21 тысячу, доплата за оставшийся период. То есть, не хочу сказать, что это норма, но мы нашли ему вариант и сделали ему новую страховку за 8700. Это не норма, но такое имеет место быть. Страхуется автомобиль на какой срок? Вот все страхуют год, а есть альтернативы какие-то? Я про сагу, естественно, мы сейчас говорим про сагу. Да, то есть обязательный вид, там есть четко установленные рамки. Раньше 3 месяца и далее 4, 5, 6, 7, 8. 10 месяцев и 12 уже одна и та же цена. Один коэффициент периода. 3 месяца это 50% от стоимости. Ну, стандартно сравнивают всегда 3 и 6. 3 месяца это 50, но потом при продлении периода ты доплачиваешь 50. Вот, 6 месяцев это 70%. И при продлении периода ты также доплачиваешь до этих 100%. Но, если вы продаете автомобиль, я всегда всем, даже тем, кто планирует уже в процессе продажи, всегда всем советую делать страховку на год. Вернуть деньги за неиспользованный период никаких проблем не составляет. Для своих клиентов мы делаем это все самостоятельно. То есть клиент предоставляет нам 4 документа. Основание для расторжения это обычно договор купли-продажи, банковские реквизиты, куда будут переведены денежные средства, паспорт 2 разворота и сам полис. То есть 4 документа и все эти хлопоты мы берем на себя. Но, как происходит расчет возврата неиспользованной части? То есть всегда минусуется 23% на ведение дел. Люди работали, труд должен быть оплачен. То есть даже если я сейчас застраховал, а на следующий день говорю, слушайте, я что-то передумал. 23% уже минусуется. Передумал, стоп, передумал, слово неподходящее. Страхование у нас обязательное. И нельзя расторгнуть по доброй воле. Нет, ну я продал машину. Продал, хорошо. Я купил, а на следующий день продал машину. Отдал 10 тысяч за страховку. На следующий день я ее продал. И мы уже вернули, минус 23%. Дальше высчитывается стоимость дня. И почему я рекомендую страховать именно на год? Потому что стоимость дня значительно ниже, чем на 3 месяца стоит день. И минусуется количество использованных дней, а остальное возвращается. Ставила эксперимент на себе. Машина была на продаже, застраховала на 3 месяца. Не продалась. Я продлеваю период, доплачиваю, по-моему, 3 600. И на следующий день продаю. Это, кстати, тоже такая фишечка. Когда продаешь машину, лучше ее страховать. А получилось. Я не буду уже детально вдаваться в подробности. Но если я доплатила 3 600, то получила я назад около 4 тысяч. То есть, немного, но больше. А почему так получилось? Потому что стоимость дня пересчитывается. А 23%? 23% по-любому. Нет, а как, если 3 600 мы заплатили? Так оно минусуется от общей суммы. От общей. Мы же заплатили за 3 месяца 50%. А за оставшиеся 9 я доплатила те же 50%. Соответственно, стоимость дня значительно ниже. И денег я получила больше, чем доплатила. Страховые генты надо идти математикам. Вот как много цифр. То есть, получается, лучше страховать на год? Да. И, друзья, если вы продаете машину, а у вас еще действующая страховка, нужно бы записать заявление в ту страховую компанию. Но если вы самостоятельно оформляли полис, либо на площадке, где-то, либо в офисе, то, соответственно, вы обращаетесь в офис. Если вы у агента... Обращается к агенту к своему. Ну, не все агенты берут на себя. То есть, мы несем ответственность на протяжении всего периода страхования по вписанию, по исключению водителей, по расторжению и по любым изменениям. В любом случае, вопрос очень частый. А что делать со своей страховкой, когда я продаю машину? Действует ли она? Так как человек страхует свою ответственность, то при продаже автомобиля другой водитель ей пользоваться не может. Не может. Если машина будет переоформляться, можно в редких случаях некоторые компании меняют собственника. На основании договора купли-продажи страхователь остается прежним, а собственника можно заменить. Но таких единицы. А какая выгода тот, кто продает? Ну, если автомобиль переоформляется внутри одной семьи, знакомые. И опять же, не знаю, стоит ли об этом говорить, потому что страховым, конечно, это невыгодно. Лучше вы расторгайте, мы удержим 23%, а он оформит новый. Мы не удержим 23%. Да. Но самое главное, вывод какой можно сделать? Что если вы продаете свой автомобиль, и у вас там хотя бы осталось 2-3 месяца, можно написать заявление, обратиться к своему страховому агенту. А я вам сразу советую записать в свой телефон, найти нормального страхового агента и записать в телефоне, чтобы у вас был контакт. И мало ли что обращаться. Мы сейчас будем говорить про ДТП по всем вопросам туда. Вы можете обратиться, написать заявление. Я не знаю, электроны, наверное, сейчас тоже в наше время можно делать. Не обязательно куда-то ехать. То есть вернуть деньги за минусом 23% и за минусом тех дней. Ну, то есть, если 365 дней в году прошло, 200 дней прошло, они высчитывают один день, умножаются на 160 и возвращаются. То есть какую-то денежку можно вернуть за свою страховку. Я считаю, что расторгать нужно в любом случае, даже если эти деньги для вас не сильно значимы. Все, собственность ваша исчерпана. И сколько бы ни осталось денег, во-первых, это ваши деньги, а во-вторых, не нужно, чтобы висел в базе полис на ваше имя. Вы продали автомобиль. Неизвестно, что человек с ним сотворит или на нем сотворит. Не нужно, чтобы фигурировала ваша собственность на данный автомобиль, подтвержденная страховым полисом. Ну, есть договор купли-продажи, где есть число, но тем не менее, все-таки это такая бумажка, которая просто ставится две росписи, да? Да. Лучше, конечно, да. Вот прислушайтесь к совету. Важный вопрос от новичков. Как раз мы его немного коснулись, да? Ты стала ставить пример, что пришли люди, стали вписывать новичка, и пришлось доплатить уже к страховке 21 тысячу. То есть, получается, давай на примерах, так всегда будет понятнее. Например, вот мы списаны на страховку вдвоем, мы управляем, у нас максимальный стаж, ну, условно говоря, мы там платим 8 тысяч. И здесь, как бы, наш друг, наш знакомый, который только получил права, ему тоже нужно предоставить, скажем, доступ к автомобилю, чтобы он управлял, его надо вписать в страховку. Насколько вот это будет доплата? Она будет зависеть, ну, стаж у него нулевой, соответственно. Там будет также учитываться его возраст, и будет учитываться и его прописка, да? Нет, прописка только собственника. Только собственника. Ну, то есть, как вот человеку, пока он не обратится в компанию, и ему не посчитает, он не сможет примерно прикинуть, сколько ему придется доплачивать? Именно до вписания новичка в страховку? Или проще сделать новую ему? Некоторые говорят, что когда он делает новую страховку... Не всегда так, не всегда. То есть, иногда это бывает экономически более целесообразно, но высчитать на пальцах, в принципе, можно. То есть, взять полис, внизу есть таблица. Базовый тариф умножается на коэффициент территории. Территория остается, мощность остается. Меняются два параметра. КВС, возраст и стаж. Стаж же там нулевой, даже если возраст нормальный. Но хочу сказать, что если взрослый человек получает водительское удостоверение, у него коэффициент возраста и стажа значительно интереснее, чем когда совсем молодой, юный получает права. Интереснее в плане финансового? Конечно, конечно. То есть, я для себя это понимаю как? Когда порядок уже в голове, все равно с возрастом мы становимся более осторожны. Да. И если человек в 40 лет получил водительское удостоверение, то он все равно будет более осторожным водителем. Не хочу сказать про всех, но чаще все-таки оно так. Потому что все эти тарифы, разработанные умными людьми и на основании конкретной статистики, то есть, берется... Причем, берется большой период, наверное. Конечно, конечно, конечно. И срез. То есть, у нас одно время даже говорили о том, что от цвета автомобиля также будет зависеть стоимость. В некоторых компаниях мы сейчас при заполнении заявлений указываем цвет. Но мы, это года три уже как, мы не заметили разницы в тарифах. Но важный момент, что базовый тариф... То есть, мы, в общем, берем вот эту таблицу и вместо двух коэффициентов перемножаем все, но вместо КВС подставляем уже согласно возраста и стажа вписуемого водителя. И КБМ, если он новичок, у него будет 1,17. Если у нас 0,46, а у него 1,17. Соответственно, это уже в одной позиции в два раза. То есть, даже если у него и стаж такой, как у нас, но он не водил, это все равно страховка будет... У него нет скидки, получается. Да, у него нет скидки. Мы уже платили 8, уже минимум 8 доплатить надо будет. Да. Но опять же, мы доплачиваем за оставшийся период. Если на первых месяцах... Да, на первых месяцах мы его вписываем, это одно. А если там остался один или два месяца, это уже другой расклад. Соответственно, только за этот период будет повышение. Ну, когда будем делать новую, там уже по полной. Там по полной, но тут все еще играть надо с базовым тарифом. У нас, к примеру, базовый тариф 6,500 был при оформлении нашей страховки. А при вписании молодого водителя, компания вправе увеличить его до максимального. Насколько часто меняется ценовая политика и вообще изменения в страховании автомобилей? Потому что, насколько я знаю, повторюсь, я, Елена, страхую все автомобили, когда подходит срок, мне не нужно думать о том, что мне надо машину, мне приходит смс-ка. То есть, я понял, изменения достаточно частые. Очень частые. Так же, как у нас и в пенсионной сфере, и в налоговой. Очень частые, да. И если ты выпадаешь, вот, ну, со мной долгие годы работал сын, и когда он отпучковался, начал заниматься другим делом, сейчас, чтобы просчитать для себя страховку, он первое время пытался, но столько новшеств, он за ними не следит. Не стоит этого делать. То есть, в моем понятии, каждый специалист должен заниматься своим делом. Конечно. Хорошо у него получается в его направлении. Пусть он работает там, мы обратимся к нему. А он ставит нам задачу, и мы уже подберем наилучший вариант при его условиях. Ну, вот я для себя делаю вывод, что все-таки, да, каждый должен делать свое дело. И это еще одна причина, почему в вашем справочнике, друзья, должен быть телефон нормального страхового агента, и желательно, если у вас несколько машин, работать с одним человеком, который, есть же база определенная, да, и я вот говорю, я ничего не делаю, ко мне приходит смс, когда какая-то машина заканчивая страховку, заразить. И за сколько, кстати, можно сделать, продлить страховку? Раньше, вот, насколько я помню, было два месяца. Так и есть. Так и осталось. ОСАГО, да, ну, в некоторых компаниях плюс-минус, от 40 до 70 дней, но стандартно это 60. То есть, например... То есть, не два месяца, а 60 дней. То есть, 1 января я застраховал, и уже ближе к следующему Новому году, уже где-то ближе к ноябрю, в ноябре уже можно сделать следующее, но от числа 2 января, да? То есть, я, получается, езжу, у меня два месяца действует старая страховка, но у меня уже есть новая. Если вдруг там вы куда-то уезжаете, можно заранее это все делать. Очень, кстати, хотелось бы сделать замечание, что чем раньше вы страхуете, тем чаще, не говорю всегда, бывает более низкий базовый тариф. То есть, компания ценит людей, которые заранее заботятся о своей ответственности. Ну, это грамотно. Давай еще раз подытожим по поводу ситуации, когда кто-то в кого-то въезжает, потому что мы частично начали про это говорить, да, про ответственность. То есть, на примерах, чтобы вот было всем понятно. Начинающий водитель купил автомобиль, застраховал, с умом мы разобрались, и он в кого-то въезжает. Он виновник. Его, получается, страховая компания выплачивает ремонт пострадавшему. Да. А если у новичка нет дополнительных страховок, каска, там вот этих, да, то есть, получается, он свой автомобиль восстанавливает за свой счет. Правильно. То есть, не выплачивает. А то многие, ребят, вы путаете, что вот я ОСАГО заплатил, а вот если есть каска, да, каска выплачивает и виновнику, то есть, вот опять та же ситуация, в этой же ситуации, но у человека плюс к ОСАГО еще есть и каска, и он виноват, ему каска оплатит же ремонт? Он виноват, за него пострадавшему заплатят по его ОСАГО, а свой автомобиль ему восстановит компания, которая оформила для него каска. Ну, соответственно, тариф на следующий год будет ой-ой-ой. Конечно. И в ОСАГО, и в КАСКО возрастает. Да. Вот, вторая ситуация, когда новичок не виноват, ну, не новичок, водитель, да, то есть, у него есть обычная ОСАГО, приезжает в него. Ну, либо произошло ДТП, и выясняется, что он не виноват. То есть, получается, все наоборот. Страховая компания виновника оплачивает ремонт нашему, скажем, новичку, да? То есть, его страховая компания здесь вообще уже, то есть, так как не он виноват, он не отвечает. Если у нашего новичка, в данный момент пострадавшего, есть и каска, и ОСАГО, он сам выбирает, по какому из полисов ему обратиться. Если у него автомобиль свежайший, никакого износа его запчасти не имеет, и он, к примеру, хочет получить по ОСАГО, можно направление на ремонт, либо деньги, по каска, только направление на ремонт. Если ремонт незначительный, и нет у человека возможности в данный момент поставить автомобиль на ремонт, ну, там, ну, замято у него крыло, на скорость не влияет, он может заявиться по ОСАГО, получить эту компенсацию и когда-нибудь починиться. Если он выбирает обращение по каска... Только на ремонт. Только на ремонт. А там сроки есть какие-то, например, нет? Сроки есть, но очень часто они не соблюдаются. То есть, вот для себя, например, благо мои автомобили не подлежат страхованию каска по возрасту своему, я не рассматривала бы такой вариант, потому как у нас все чинится во дворе. То есть, получается, если уж к вопросу каска мы вернулись, каска нет смысла страховать старенькие машины? Их еще не застрахуют, да? До 7 лет без проблем, старше 7 лет с большими проблемами. Если человек страховался изначально какое-то время, и автомобиль становится старше, 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 идет как пролонгация, ну, когда-то заключенного договора, он может страховать его до бесконечности. А если я купила 12-летний автомобиль и хочу застраховать его по каска, ну, конечно, мне сделают расчет. Некоторые откажут сразу, так как вид добровольный, и они имеют на это полное право. А некоторые предоставят мне выбор. Мой автомобиль, к примеру, стоит миллион, они мне назначат стоимость каска на мой автомобиль 720 тысяч. Соответственно, я сама откажусь. То есть, это стандартная история, ничего нового, так оно работает. И еще вот был интересный момент, я сказала, что если нет учета износа, а до какого возраста у автомобиля есть учет износа? То есть, смотрите, ребята, объясню, когда у вас какой-то страховой случай, я просто сам на это попадал, я был невиновником, мне приехало, и мне страховая компания считает меньше и говорит, а мы так вам насчитали, потому что у вас в машине 10 лет. Правильно. Я им говорю, ребята, а у меня-то бампер был идеально новый, так как 10 лет прошло, то есть они оплачивают стоимость из бампера, оплачивают стоимость ремонта минус вот этот коэффициент износа. 50%. Ну, это зависимости от возраста. Машина старше 5 лет уже 50, уже до неограниченного количества лет. Так что, ребят, кто говорит, а я не виновник, меня въедут не все оплатят, оплатят не все, а придется добавлять. Ремонт оплатится полностью, а заменяемые детали с учетом износа. То есть, учет износа только на деталь идет, не на ремонт, на работу не идет. Это важно, да. А по поводу каска, кстати, вот просто пример. У меня Джили Кулрэй, машина годовалая. Неважно, каким образом, косячок над задней двери, но есть каска, брал кредит, была обязательна. Кстати, берете кредит, обязательно вам в условиях впишут, что нужно страховать каска. Вроде бы добровольно, но это будет условие кредита. Но неважно. Так вот, у меня это вот все тянется уже, наверное, 2 месяца. С учетом того, что там просто нужны работы. Потому что сейчас беда с запчастями, с этими санкциями. То есть, если ваш автомобиль попадает в ДТП, даже если вы не виновники, готовьтесь к тому, что это будет все тянуться очень-очень много. Это если нет разногласий, если вам хватает на ремонт, а у знакомых там бывает реально год. То есть, люди уже плюют, начинают сами за свой счет ремонтировать автомобиль, а уже потом ждать выплат, скажем, с компанией. Я так понимаю, тоже часто, да, в такой впростое? Сейчас просто в стране такая ситуация, мы живем давно, но с таким не сталкивались. И нарушены все цепочки логистические, всевозможные. И с запчастями реально большие трудности. Если компания по КАСКО не может предоставить, то есть, по КАСКО всегда ремонт, но если нет у нее возможности предоставить запчасти, то вот... Как исключение деньгами может. Да. Да, сейчас эти случаи участились, потому что все стало очень сложно. Есть даже такие случаи, рассматриваются, что если ремонт дорогостоящий, некоторые компании не в силах предоставить запчасти для ремонта необходимые, выкупают автомобили у собственника. Ну, как интересно. Ну, это такие, скорее, не правила, а исключения, но такое имеет место быть. То есть, это уже на откуп самому потребителю услуги. То есть, нет, я хочу свой, давайте мне денег, я починю сам, закажу из Эмиратов, когда-нибудь дождусь, и не будет подходить под размеру, подтяну, подопну и починю. Продолжим про ДТП. Это тоже частые вопросы новичков. Я думаю, рано или поздно, либо кто-то уже с этим столкнется. Например, у меня была такая же ситуация, когда, ну, например, банальная ситуация, мы едем по двору, зима, ледок, ну, чуть-чуть повело машину, и я стукаю, ну, в кавычках скажем, да, чужой автомобиль, выхожу, смотрю, повреждений я не вижу, и уезжаю. Вот это самая распространенная ситуация новичка. Какой правильно вообще, во-первых, первый вопрос, по поводу ОСАГО, нет виновника, получается, нет оплаты, и второй вопрос, какой правильный алгоритм действий нужно сделать, даже если мы не видим повреждений? Если вы не видите снаружи повреждений, вовсе не значит, что какой-нибудь парктроник там внутри не стряхнуло, там какую-нибудь электронику, сейчас же очень много напичкано и в банкере, и везде, мы можем этого не заметить. Если мы уезжаем с места ДТП, то, как санкция, если человек выявит, кто и как, и все-таки найдет какие-то повреждения, то это лишение прав. Сейчас почти у каждого водителя под стеклом есть телефон, я бы позвонила по этому номеру, если телефона нет, то звоним в ГИБДД и говорим, произошел казус, ничего страшного, я там-то-там-то задел автомобиль с таким-то регистрационным номером. У них есть информация, как найти собственника и связаться с ним, то есть нужно оставаться на месте, даже если собственник не обнаруживается, вызываем, фотографируем, либо они скажут подъезжать к ним на место, но звонок будет зафиксирован, обращение будет отражено, и это уже не является сокрытием с места ДТП. А если автомобиль заблокировал проезжую часть, фоткаем и убираем? Да? То есть фоткаем обязательно, в первую очередь фоткаем? Фоткаем и убираем. Поэтому, друзья, на будущее, если вдруг у вас такая ситуация, я думаю, алгоритм вам понятен. Задели, если есть повреждения, естественно, мы делаем весь этот алгоритм, есть телефон соседа, которого задели, связываемся с ним, да, чтобы он может попытаться полюбовно решить вопрос. Если же он не захочет этого решать, скажет, я не согласен, вы там ему предлагаете одну сумму, он говорит, мне этого не хватит. Ну, значит, вы уже там другие действия, мы сейчас поговорим про европротоколы, про ГИБДД, там вызов и так далее. Но уезжать вот так вот просто, говоря, что якобы там ничего нету, я не надо. Глаз много, кто-то стоял на балконе, курил, зафиксировал. Вот, просто подобный случай были, поаккуратней. Вторая, вторая часть вопроса. Каска здесь не будет работать? То есть, например, нет, ну вот сам новичок, кого-то задел и уехал, получается, он же виновник. Он в любом случае, его же страховая компания будет оплачивать ремонт того, как он задел, а свой за свой счет, правильно? Да. Даже если нет второго. А если ситуация наоборот, например, новичок, ну ладно, говорил бы новичок, просто у меня канал для новичков, да, водитель подходит к автомобилю, утром, вот, у меня такой был уже не раз, и смотрит косяк. Кто-то задел, какая-то ссадина, царапина, вот, что делать в данной ситуации, если у меня нет каска от ущерба страховки, есть ли вообще смысл заморачиваться, вызывать ГИБДД, если есть смысл? Ну вот, что делать в данной ситуации? Сейчас почти все дворы оснащены камерами, можно там к старшему по дому или кто там управляющий компанией посмотреть, но хочу по опыту сказать, сотрудники у нас без удовольствия ищут, а чаще всего и не ищут вовсе. И когда даже ты сам найдешь и принесешь информацию на блюдечке с голубой каемочкой, они еще и неизвестны, как рады ли они этому будут. Но тем не менее, пытаться всегда стоит, под лежачий камень вода не течет. Я тоже всегда советую, самое главное знать правильный алгоритм и делать нам правильно, а уж как, что из этого получится, то есть, если вдруг вы обнаружили какое-то повреждение, я всегда советую, ребят, после относительно длительной стоянки, прогревайте автомобиль, минутку буквально летом, пройдите по кругу, посмотрите, там может гвоздь какой-то словили, скачан, может нашли какое-то повреждение, соответственно, по свежим следам, да, действительно камеры какие-то, кто-то видел, вот, сделать даже обращение в ГИБДД, да, уже сам факт того, что я действительно... Я действительно обратился, меня повредили, а то некоторые потом, знаете, находят, начинают разбираться, а что-то предпринял, какие действия, а ты сам уехал с места ДТП, то есть, он никуда не обратился, нельзя, и уезжал, не уехал, и получается, что вы такой же нарушитель, вы также покинули место ДТП, поэтому обнаружили что-то, да, придется отложить какие-то свои дела, ну, если незначительно, тут можно рассмотреть еще какой вариант, вот, никого нет, машина долго стояла, вы обнаружили повреждение, а может быть тот, кто вас задел, как вы, в предыдущем примере, не найдя вас, обращался в ГИБДД, и зафиксированы его данные, и пазлы сложились. Ну, в любом случае, лучше позвонить. Однозначно. И напомню, если не знаете, что делать, ребят, вот, что все касается, вот, повреждения автомобиля, у вас есть страховка, КАСКО, ОСАГО, вы сейчас вот какую-то информацию, вроде бы, но все равно это перемешается все в голове, имеете в телефоном-справочнике, телефон страхового агента, или страховой компании, где вы страховались, и прежде, чем что-то сделать, лучше проконсультируйтесь. Так, следующий вопрос, тоже всем интересны водители, все знают, что в каких-то ситуациях можно самостоятельно разойтись, то есть, произошло ДТП, оно незначительное. Какие условия должны быть, чтобы можно было самостоятельно составить европротокол? И что такое европротокол? То есть, когда нужно вызывать ГИБДД, когда нет? Очень важный вопрос. Покрытие европротокола у нас в регионах составляет 100 тысяч рублей. Покрытие по ОСАГО 400 тысяч. Если вы видите, что у вас явно ущерб менее 100 тысяч, можно оформлять европротокол. Но должны быть соблюдены обязательно прочие условия. Когда можно оформлять? Когда у обоих есть действующие полисы ОСАГО. Полисы обязательно проверять. Нам звонят наши клиенты, если это в разумное время, и присылают полис виновника. Мы проверяем. Иногда... И в блюде он должен быть вписан, тот водитель, не просто полис, но он должен быть вписан, правильно? В нашей ситуации нужно, чтобы был полис, если мы пострадали. То есть мы же выясняли в самом начале, что нам там, если полис есть, а он там не вписан, нам компания все равно заплатит. Да, все, чтобы был полис есть. Полис есть, меньше 100 тысяч ремонт. Какие еще условия? Нет разногласий по роли в данном мероприятии. Я права, он виноват. Да, и там есть у нас пункт, где обязательно прописывается, особые отметки называется. В данном ДТП свою вину признаю. Без этой фразы не имеет смысла европротокол. Нет пострадавших и не более двух участников ДТП. То есть получается, подытожим, европротокол можно составить без вызова инспекторов ГИБДД самостоятельно, если соблюдены не условия. Так, какие у нас получается менее 100 тысяч ущерб. И мы это видим. Но, повторюсь, ребята, если вы не видите какое-то повреждение внутри, оно может быть. Иногда бампер вытюкнули, вроде бы, а что там царапин на бампере? У меня просто была похожая ситуация. А внутри, когда взад въехали, там весь тазик мятый. Тазик это где запаска лежит. А это жестяные работы. Поэтому лучше делайте фотки, вызывайте экспертов. Но, тем не менее, если вы видите, что меньше 100 тысяч ремонт, это у каждого и виновника, и невиновника должен быть полис, действующий, соответственно. И то, что нет у вас разногласий. То есть, тот, кто виноват, он должен сказать, да, я виноват, расписаться. Европротокол, это что такое вообще? Европротокол, извещение о ДТП в простонародье. Да, оно заполняется самостоятельно, но при соблюдении четком вот этих правил. Поставляется в двух экземплярах. Оригинал, и когда мы пишем, там под копировку еще один. Если у вас есть самокопирующиеся бланки, это, конечно, идеальный вариант. То есть, вы пишете пострадавшему, рукописный. Оригинал. Оригинал. А виновнику нижнюю часть откопированный экземпляр. Дальше, вот мы составили европротокол, и вот, пофоткали они это все. Во-первых, по алгоритму произошло ДТП. Первое, что нужно сделать, ну, если оно, мы говорим, такое легенькое, да, все пофоткать, зафиксировать. Обязательно. С привязкой к местности. То есть, где мы стоим. Это не является обязательным условием, но дальше я бы хотела продолжить. А вдруг вы потом при осмотре обнаружите, что ущерб больше, прям вот, ну, даже не при детальном. Вот вы, ну, я не способна оценить ущерб. Я отфоткаю, пошлю мужу, он мне скажет, где там что-то может быть. И я уже буду ориентироваться. Ну, нет у вас такого мужа, да? И что тогда? Вы заполняете, вам кажется, там тысяч на 30, а получается там на 130 в результате. Поэтому я бы сразу после оформления Европротокола съездила в сервис, которому доверяю, и хотя бы визуальный осмотр. Если что-то не так, связаться с виновником и договориться о встрече в ГИБДД. То есть, в течение этих суток можно еще заявить и оформить все, как положено, через сотрудников. То есть, составляется новый протокол, но уже у сотрудников. Да, да. И это все, сейчас они по мелочам не выезжают. Поэтому в любом случае придется сообщить, и вам назначат время, когда вы подъедете для разбора ваших мероприятий. Вот такие должны быть соблюдены условия для того, чтобы вы имели право по закону составить Европротокол. И по самому алгоритму. Произошло ДТП, мы говорим про незначительное ДТП. Первое, мы фоткаем, все сфоткаем с разных ракурсов, чтобы желательно на фотографию попали номер здания, здания. Да, да. По самому, как заполнять, мы можем приложить там фотографию. Пример в интернете тоже полно, как его заполнять. Потом, мы как бы оцениваем ущерб, если мы действительно видим, ну там какой-то рикошет, да, ну мы, естественно, это фоткаем. Показываем эти фотографии человеку, который хоть как-то понимает, своему родственнику, может быть, знакомому, отсылаем в автосервис. Отлично. Я, например, сразу отсылаю фотографию, хотя я сам что-то понимаю, на своему, скажем, так же, кузовщику. Почему своему? Потому что приходится, мне прилетает иногда сзади. И он уже говорит, естественно, что Сергею нужно смотреть, открытые повреждения. Но, тем не менее, примерно вот столько-ву столько. Ага, все, понимаем, что меньше 100 тысяч ремонт, и уже договариваемся. Так, ты в меня въехал, ты соглашаешься с своей виной, ты признаешься виной? Если он говорит, да, признаю... Сразу зафиксировать на бумаге, после этого уже убрать машины и заполнять. Вот, то есть можно освободить проезжую часть, соответственно, и заполнять уже документы. А после этого каждый со своим бланком, еще раз, кто не виноват, оригинал рукописный, кто виновник, ему к терракопию. И в течение, насколько я помню раньше, пяти рабочих дней свою страховую компанию... Обязанник обязан в течение пяти рабочих дней обратиться в свою страховую компанию, сдать свой экземпляр и предъявить машину на осмотр. Кто виноват? Пять рабочих дней. Отдаем экземпляр европротокола до трех лет. Да, ну, конечно, не стоит, да, потому что делать машину нельзя восстанавливать. Машина должна быть в первозданном виде. Поэтому у нас по практике все обращаются в течение пяти рабочих дней. Очень часто в последнее время звонят клиенты и говорят, виновник никуда идти не хочет. Это его право. Просто если он не предоставит документы и машину на осмотр, за него выплатят пострадавшему, а ему выставит регресс на эту сумму. Ну, соответственно, если мы составляем европротокол, при соблюдении всех условий, которые мы сказали, не нужно извещать инспекторов, не нужно вообще туда звонить. Правильно? То есть мы все пофоткали, человек расписал, что я виновен, мы отогнали машину в сторону, чтобы освободить проезжую часть, составили документы и разбежались. Да. То есть не нужно никуда звонить. А вот если уже какое-то условие не соблюдено, там больше двух автомобилей, либо человек говорит, нет, ты виноват, этот говорит, нет, ты виноват, либо есть пострадавшие, да, то есть тогда мы уже вызываем сотрудников, никакие документы не составляем. Да. Европротоколы имею в виду. Вполне возможно, что схему вам придется все равно рисовать в очереди, они очень длинные. Да, к сожалению, приходилось. А еще могу сказать по своему опыту, у меня уже было дважды, один раз это было на моем автомобиле, один раз это было на машине ученика, просто я помогал, когда происходит ДТП, ну, такое, скажем, без, скажем, ущерба здоровью, чисто железки страдают, и говорят на спекторов, начинают вызывать, а что у вас они говорят, что-то серьезное, они говорят, пострадавшие есть, пострадавших нет, тогда составляйте схему, приезжайте. То есть они не спрашивают, есть ли у тебя там 100 тысяч, а с другой стороны, а я откуда знаю, я у меня... То есть они просят приезжать к ним, составлять схему, обязательно, естественно, мы все фоткали, составляли схему, чем подробнее, лучше, приезжали к ним, да, сидели в этой очереди, и они уже, инспектор на месте составлял вот эти все извещения, бумаги. Все правильно. Ну, я бы хотела от себя еще добавить, особенно для новичков, если у вас ущерб в какие-то разумные деньги укладывается, ну, я так рассматриваю для себя в пределах 10 тысяч, очень часто выгоднее экономически решить вопрос на месте. То есть европротокол обычно составляют вне зависимости от того, как получится договориться или нет, но я считаю, что составив европротокол, можно вместе доехать до сервиса, если там прям вот, ну, полировка, либо покраска там угла бампера, ну, что-то такое прям незначительное, то значительно дешевле решить вопрос полюбовно, взять расписку с пострадавшего, что он не имеет к вам материальных претензий, и на следующий год вам не придется платить, да, платить в два раза больше. Я бы тоже придерживался этого. И по поводу вот этого вопроса поподробнее. Встретились два одиночества, будем так говорить, совершенно ничего там незначительного. Это говорит, давай я тебе сейчас там 5000 на полировку, говорит, окей, этот ему отдает там 5000, а потом в какой-то момент кто-то что-то заявляет, и все. То есть обязательно нужно брать расписку, если договариваются люди на месте. Обязательно. Просто вот в свободной форме, я такой-то, такой-то, как бы не имею претензий к такому-то, такому-то, в ДТП случившемся, такого-то, такого-то. При участии таких-то автомобилей, да. Госномера там и так далее записать все. Потому что, ну, действительно рассказывали случаи, что вроде расходятся, а потом бац, я ничего не знаю. Ну, все мы люди, все мы разные, и в порядочности своего компаньона в данном мероприятии мы не можем быть уверены. Интересный вопрос от подписчиков. Мне он тоже интересует. Человек ехал, у него просто обычная страховка ОСАГО. Попадает в яму, пробивает шину, и она не подлежит ремонту. Можно как-то взыскать. Пасага. Пасага, именно ОСАГО. Это не ДТП. ОСАГО у нас работает только в случаях с ДТП. А если в следствии этого человека подзанесло, и он там сбил ограждение, уже есть повреждения. Ну, то есть это повлекло к ДТП. Попадание в яму, то есть он, как бы, это тоже не его вина. Да, просто такой вопрос звучал. Все вопросы к дорожнику. Он интересный, он, то есть, ну это все через суд придется. Или страховая, она же тоже откажется, а мы-то здесь при чем? Виновника же нет. И опять же мы забываем, что у нас застрахована наша ответственность. Если мы согласны с тем, что мы сбили чей-то забор и готовы понести за это ответственность, то страховая компенсирует собственнику забора стоимость. Ну, с нас возьмет потом. Ну, с нас, соответственно. Она с нас не возьмет регрессом, но на следующий год КБМ наш изменится. А мы можем заявить иск к дорожникам. Ямы у нас имеют какие-то допустимые размеры, глубину, ширину и так далее. Я изучал раньше вопросов. И не всегда даже дело доходит до суда. Иногда и дорожники, тоже люди, и организации решается вопрос в досудебном порядке. Ну, краткий алгоритм. Вот человек попал в яму, и за счет этого произошло у него ДТП. То есть его подзанесло, то есть у него отломилась там какая-то часть ходовой подвески, то есть и он въехал там куда-то во что-то. Да, что ему делать? То есть в любом случае здесь у второго участника нет полиса ОСАГО, у забора. Конечно. То есть нет полиса. То есть это по-любому оформление сотрудниками. То есть звоним в первую очередь с ГИБДД. Да. А если они что-то начинают, да это туда-сюда, обязательно просить их, чтобы они все-таки составили протокол, зафиксировали это происшествие. Обязательно. А потом уже пишем заявление к дорожникам. Да. А свою страховую как вообще? Есть смысл звонить в ОСАГО? Вот нет у меня каска, просто ОСАГО. А машина-то повреждена получается. Я считаю, что предупредить лишним не будет. Как минимум проконсультироваться с агентом, либо с сотрудниками компании, в зависимости от того, где вы покупали полис. Потому как случаи бывают разные. И лучше себя обезопасить. А вот если похожа ситуация, вот у меня, например, я из своей практики беру, мы едем за автомобилем, ну зимой банально, да, ледышка, и падает на лобовое стекло, падает нам на крышу. Ну то есть от другого автомобиля что-то отлетает. Я понимаю, что это, если случилось вследствие его безалаберности, он вез какой-то груз, который он по правилам должен был закрепить, он за это отвечает. А я имею в виду, что, например, из-под колеса у него вылетел камень, банально между фур. Это не ДТП. Ну а как делать в этой... То есть невозможно взыскать тоже с кого-то. Вот у меня нет каска. Можно попытаться. Можно попытаться подать в суд. Не факт, что суд вынесет решение в вашу пользу. Вот по алгоритму. Вот это произошло. Бам, подлетел в камушек. Пошла трещина. Оформление сотрудниками, дальше консультация юриста. Ну это все будет затягиваться 100%. Конечно. Неизвестно, что это вылезет. У меня просто камушек именно отлетал от машины, которая перевозила там какую-то древесину, я не знаю. И у меня пошла трещина. Я это высверлил. И, кстати, я так и не менял, так и ездил, что трещина, она мне не мешала обзору. Она прям в верхнем углу была, даже было не видно. Но осадочек остался, конечно, когда была новая машина. А вот если будет каска, это, соответственно, все. Да. Будет. Опять же. Показка, там, как мы уже ранее коснулись этого, это пазлы. Ты набираешь риски. И в разных компаниях есть разные условия, которые также при заключении договора проговариваются, индивидуально подбираются. Есть обращение без справок. То есть если вы в дремучем лесу получили там трещину, вы не будете там стоять, мигать и ждать ГАИ. Поэтому, возможно, этот вариант нужно будет оформлять именно остекление. Почти во всех страховых компаниях одно обращение идет без справок. В кузовные элементы, чтобы они были несмежные, чтобы только лакокрасочное ремонт. То есть очень много нюансов. Если вы заключаете договор КАСКО, надо очень ответственно изучить условия. И опять же, если вы оформляли это у конкретного агента, как нам делают? Он присылает нам полис повреждения и просит совета, как мне в данном случае поступить. Могу ли я заявить этот ущерб без справки, либо мне нужно оформить справку. И мы уже ему выдаем консультацию. У меня, например, на КАСКО есть еще такая вещь, как франшиза. То есть у меня, например, 50 тысяч стоимость КАСКО, а с франшизой 42. Но франшиза 10 тысяч. И как мне объяснял страховой агент, что если ты обращаешься, то вот эти 10 тысяч тебе не оплачиваются. А все, что выше оплачивается. То есть, например, на 20 тысяч у меня ремонт, они мне оплачивают только 10. Потому что 10 у меня франшиза. И вот эти франшизы, насколько я понимаю, они могут быть разные. Да, они бывают условные и безусловные. Условные это при соблюдении определенных условий. Например, машина должна стоять на стоянке, охраняемой ночью, да? Если есть виновник, с кого компания потом возьмет эти 10 тысяч, то она не применяется при условной франшизе. Безусловная франшиза применяется всегда, независимо. Есть виновник, нет виновника, что произошло. Почему про стоянку? Давно был случай, когда они только начали распространяться, вот эти каско, что у меня тоже у ученика был случай, у него был страховой случай, скажем, и ему отказала компания, потому что у него где-то мелким шрифтом было написано, что страховая компания несет ответственность за автомобиль по каско в ночное время, только если вот с 12 ночи до 6 утра она стоит на охраняемой территории. Есть такие условия, то есть это уже, опять же, заказывая этот продукт, вы набираете все риски, проговариваете. Франшизу применяем, не применяем, условно-безусловная, безусловная, то есть очень много вариаций. То есть, грубо говоря, страховка, на страховке сэкономлено 8 тысяч, но при каждом обращении будете доплачивать 10. Иллюзорная выгода. Вывод можно сделать такое, что, ребят, не ведитесь на вкусные условия каско. Если вы покупаете новый автомобиль сейчас там за 2-3 миллиона, ну каско будет стоить 1070-80, да, в среднем. Это при условии, если там будет вписан, скажем, один водитель, или то опытный, я вот по себе могу сказать. Вот, если там 1,5-2 миллиона, может быть 50 тысяч разный. Но если там, вы там спрашиваете у всех 70-80 примерно с теми же условиям, а вам предлагают 30-40, да, надо бы задуматься. Наверное, это действительно каско, но там какие-то такие будут условия, в случае ДТП, что вы потом сами не обрадуйтесь. Да, то есть бывают, конечно, у нас какие-то плюшки от компаний, то есть скидки. Недавно у нас было именно на китайские отечественные автомобили полтора процента каско. Как так, китайские и отечественные. Полтора. Китайские и отечественные. Вот, полтора процента. То есть, грубо говоря, стоит ваш автомобиль 3 миллиона, соответственно, каско 45 тысяч. Это очень хорошая цена. Акция закончилась. Но вполне возможно, компании периодически делают эти акции на определенные модели. То есть, не все китайцы, а, например, вот в этом месяце в такой-то компании акция на джиль, в следующем месяце в другой компании на ладу веста только, исключительно. То есть, это все также надо подбирать, и еще более сложный процесс это, нежели выбор ОСАГО. Ну, компания, насколько я знаю, она еще, если ты целый год проездил, скажем, без аварийно, она помимо того, что там коэффициент у тебя без аварийного вождения становится лучше, да, она еще и от себя может дать скидку. Ну, это мы про КАСКО говорим. Вообще про страховку? Или это только про КАСКО? Или на ОСАГО тоже? От себя может только по КАСКО, по добровольным видам. Обязательные виды страхования, они регламентируются и контролируются все-таки Центробанком. У нас есть коридор, мы можем, компания может в рамках этого коридора индивидуально присваивать вот этот базовый тариф, ему один, мне другое, этого мы тоже уже касались. По КАСКО там все индивидуально. КАСКО, компания вольна делать тарифы и плюшки, и розги, все индивидуально. Ну, оно того может быть и стоит, спать спокойно, лишь бы эта КАСКО была, говорю, без чрезмерных франшиз там 40 тысяч, а то нет. Мы выбираем, мы выбираем самостоятельно. КАСКО есть, говорит, да, ну вот, ну правда у меня франшиза 30-40 тысяч, и действует она, если только машина, то есть там, если, 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 а зачем тогда такая КАСКО нужна? Ну, тут немножечко по-другому я могу описать эту ситуацию, то есть у нас клиенты разные, есть клиенты, ну, как мы, достаточно среднего уровня достатка, а есть клиенты очень состоятельные, с очень дорогими машинами. И как вот у меня один говорит, мне КАСКО максимальную 1060 франшизу примените, я говорю, это много, он говорит, по мелочам мне некогда заморачиваться, мелочи я починю и сам. Меня больше всего волнует там тоталь, угон, можно вообще взять только тоталь и угон без ущерба. То есть, если машина рисковая, люди хотят спать спокойно, а не думать, как она там вечером была, а утром будет. Вот, поэтому... Тоталь, это когда автомобиль не подлежит восстановлению. Это не подлежит восстановлению после ДТП. Да, 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 и крупный ущерб меня тоже волнует. То есть, процентов 50, а машина стоит 6 миллионов. 60 тысяч для него не такие большие деньги. Что-то там заполировать, покрасить, он в состоянии, у него достаточно средств. Я вот, если честно, с этим соглашусь, если сейчас немножко все вернуть, у меня на Джили Кулыре одна деталь, мне бы мой сейчас кузовщик, который делал, он бы это сделал тысяч за 10. А я сейчас уже два месяца жду, потерял, дважды уже ездил в сервис показывать машину. То есть, сколько я времени потерял, реально, наверное, проще было бы внести даже 15 тысяч франшизу для меня. И реально по мелочам, ну, для меня 60 это было, конечно, много, но, наверное, в этом есть доля правды какая-то. Наверное, мы много вопросов осветили, но есть еще несколько вопросов, вот у меня, я прям даже их выписал, прям от подписчиков, такие они немножко нестандартные. Вот, например, пишет одна ученица, почему ей после получения водительского удостоверения отказали в страховании автомобиля. Из пяти компаний только одна согласилась. Законно ли это вообще? И как поступать новичкам в этой ситуации? То есть, отказывают они на основании как? Так как страхование у нас является обязательным, ОСАГО, отказать нам не вправе. Но, как собственников бизнеса, их можно понять, новичок это всегда высокий риск. Да. Делайте дорого, но не отказывайте. Можно написать заявление в компанию, предоставить автомобиль на осмотр с полным пакетом документов. Существуют допустимые сроки рассмотрения, после чего вас обязательно застрахуют. Но есть ли у вас это время для ожидания, это вопрос второй. Ну, или попросить, например, у них официальную бумагу отказа. Если они по закону не могут отказать, может быть, в российском, вы напишите мне официальный отказ. Да. Они вряд ли это сделают уже. Конечно. Потому что это обязательное страхование, повторюсь. И человек не имеет желания страховаться, но его обязывают. Поэтому страховые не вправе отказывать. Если все-таки они отказывают, либо предоставьте мне письменный отказ, либо примите заявление на страхование. Ну и, соответственно, похожий вопрос, когда идет вписание. Например, вот семья, супруг ездит давно, супруга сдала экзамен, они пытаются вписать, это тоже задавал подписчик. А страховая компания отказывается ее вписывать. Это тоже невозможно. То есть это недопустимо. Не имеют права отказывать в действующий полис, изменения вносить. Никакие отказы тут неправомерны. Единственное, у нас некоторые компании, чтобы усложнить задачу или, может, какие-то другие цели преследуются, направляют к уполномоченному представителю, кой у нас в регионе Рязань и область один человек. Представьте. То есть в понедельник, нет, во вторник вечером перед праздником поступает заявка вписать водителя, который только получил водительское удостоверение, в действующий полис, где он является собственником. Он купил машину 10 месяцев назад, и вот спустя 10 месяцев он получил водительское, наконец, и хотел вписаться. Его направляют к уполномоченному представителю. То есть ему не отказывают. Но это влечет за собой какие сложности. Надо записаться именно к этому человеку, единственному в городе и области на какой-то определенный день. Далее, предоставить машину на осмотр. Так как он не вписан, значит, он должен еще кого-то... Короче, ездить переходишь. Да, и он сказал, придумайте что-нибудь. Сделали новый полис. Это неправильно, это, ну, как бы неразумно, но он хочет ездить сейчас, а не ждать выходные, уполномоченные и и так далее. Почему один человек? У нас вроде бы город не такой маленький, да? Один на юридические лица и один на физические лица. Важный вопрос. Что делать, если я страховая насчитала ремонт, и мы понимаем, что нам этого не хватает. Вот, например, произошло ДТП, нам работник автосервиса сказал 50 тысяч, и мы доверяем этому человеку. Я просто опять из своей практики. А мне страховая насчитывает, по ОСАГО, естественно, мы говорим про ОСАГО, она мне насчитывает 30 тысяч. Ну, неважно, чем она это аргументировает, что у вас там детали, что у вас машина старая, что делать в данной ситуации. Ну, во-первых, в досудебном порядке я бы попыталась урегулировать этот вопрос со страховой. Если это не помогает, то получать эти деньги, и уже можно в судебном, если вы считаете, что вас реально как бы нагревают на стоимости страховая, то есть вы уже высчитали износ, обратиться с иском к страховой, либо к виновнику. Ну, то есть вот в этой базе... С виновника вы можете взыскать также и разницу между износом и без износ. Ну, это лучше же через юриста, да, обращаться? Конечно. Когда такие вещи... А по поводу независимой экспертизы, если и проводить, у меня просто был, опять же, в моей практике случай, когда мне насчитали, ну, очень мало, то есть мне насчитали, смешно, то есть я 12 тысяч платил в год за страховку, и мне насчитали 11, в тот момент, когда у меня ремонт был на 30. я обращался в независимую экспертизу. Это было давно, правильно? Да, это было, сейчас скажу, это был, наверное, год 14. То есть я на данном этапе не вижу смысла в независимой экспертизе. лет 15 назад, возможно, это как бы даже 14-й год, возможно, это имело смысл. Сейчас, в общем и целом, мне кажется, все-таки считают достаточно честно. У меня за последнее время, вот, у сына было обращение, никаких вопросов нет. Да, если бы мы загнали на какой-то там фирменный, так скажем, на дилера машину, конечно, бы нам не хватило этих денег, но мы на свою бэушную машину закажем бэушную дверь, и останутся у нас деньги и на покраску, и самостоятельно установить. Да, если мы обращаемся в сервис, где этих денег недостаточно, ну, тут уж извините. А так, в общем и целом, у нас же люди как? Я, значит, слышала в страховой такую реплику, мало платите? У меня всего 16 тысяч осталось после ремонта. Люди же хотят... Заработать? Да, заработать, нет, это работает не так. И, в принципе, кто как к этому относится, бывают несправедливые расчеты. И тут, опять же, правильный расклад, обратиться к специалисту, который трезво и беспристрастно оценит этот ущерб. Сколько реально стоит его восстановление данного автомобиля? Я даже могу сказать, что зависит от эксперта, который фиксирует эти повреждения. Конечно. Все мы люди. Да, приходишь один, ты видишь, что, ну вот же, смотри, из-за ДТП ушел капот, который повредил соседнее крыло, удар был в правую часть, капот ушел, повредил, не, не, это у вас от другого. Как так от другого? Вот же все очевидно. И он это не пишет. А какой-то пишет, то есть, есть люди, которые фиксируют, как они, эксперт, как их называют, которые фиксируют повреждения. То есть, вы приезжаете на осмотр страховой кампании, в очередь, приходит ваша очередь, выходит эксперт, с линейкой такой, оценщик, да, с такой линейкой у него такая метровая, вот он ее ставит, фотка из-за повреждения. И очень важный момент, это вот от себя доставить, смотрите, что он там пишет. Обязательно. Что он там пишет, потому что потом, а у меня был еще вот это, вот это, вот это, а что вы, вы же подписываете эти бумаги, вы будете ставить роспись. Вот обязательно это читайте. И вот от этого оценщика, как он оценит, многое зависит. Зависит, кто там считает. И вот по базе РСА, кстати, сейчас невозможно, говорю, посмотреть стоимость деталей. Раньше, мне кажется, была какая-то возможность, человек мог зайти на эту базу и примерно посмотреть. Мне кажется, наверное, если есть желание, можно зайти, но я вот от этого непосредственно настолько далека, что, в принципе, этим не интересовалась. Не могу ответить на это. Ну, концы с концами все равно найти очень сложно. Хотя бы на... Из-за того, что на сайте все меняется быстро. Человеческий фактор никто не отменял. Во всех и во всем влияет человек. То есть у нас в России говорят, что скоро там вот и без агентов мы можем обойтись и на площадках, и все в интернете. Все везде есть. Но вы сами вносите туда данные. Вы, если что-то внесли, как вначале я говорила, стаж не по категории, а общий для многих компаний, это неверные сведения, приведшие к необоснованному уменьшению страховой премии. И это уже влечет за собой расторжение полиса в одностороннем порядке без возврата уплаченной страховой премии. То есть компания считает себя в праве расторгнуть и ничего не вернуть. Если вы неверно внесли данные. Доверяете ли вы себе? Вот, Сергей, какой стаж водительский у тебя? С 2002. Ну, то есть... Получены права были в 2002. 22 года. Ты уверен, что ты в состоянии оформить себе все безукоризненно, самостоятельно в интернете? Нет. Так и везде. То есть человек... Это нужно потратить полдня, поизучать этот... Изучать все равно не изучишь. Да, все не изучишь. Существует много таких нюансов, которые, ну, они даже не прописаны. То есть правила страхования везде одинаковые, но в каждой компании есть свои мелочи, которые влияют на расчет страховой премии, и которые обычный человек, не имеющий к этому отношения, просто не может предугадать. Это будет знать уже специалист эмпирическим путем, путем своего опыта, что лучше делать вот так, да. Какую прописку ты бы применил, если ты жил в Рязанском районе, а теперь прописался в городе Рязани? По паспорту или по свидетельству? При оформлении полиса? Без понятия. Ну, нет. Ну, вот какую бы ты применил? А с точки зрения, чтобы меньше заплатить финансов? А меньше заплатишь, если это неверно, то расторгнут полис и не вернут денег. Тогда не стал бы обманывать. Не стал бы обманывать, это какая? А еще раз, какие варианты у меня? Ну, ты машину регистрировал там в 20-м году, был прописан в Рязанском районе. В 22-м году ты прописался в городе Рязань. В паспорте штампик у тебя Рязань, в свидетельстве у тебя Рязанский район. Ну, нужно переделывать документы, получается? В идеале. В идеале, да. Но ты не переделал. И вот ты, как среднестатистический страхователь, пытаешься себя застраховать в интернете. Какую прописку ты бы внес? По паспорту, получается. По паспорту. Вообще, получается, однозначно по паспорту. Она более новая. Она, как сказать, отражает действительность. Все правильно. Но есть нюансы. Иногда есть компании, где первостепенной является прописка в свидетельстве о регистрации. Потому что в базе ГИБДД она такая, как в свидетельстве. Правильно, нужно было заменить свидетельство. Но ты его не заменил. И вот эти нюансы могут повлечь за собой, как имеют огромное влияние на исходный расчет. То есть, сколько ты заплатишь за страховку. И в то же время, если ты ошибешься, могут повлечь за собой расторжение полиса. Очень важно предоставлять документы в полном объеме, грамотно все заносить. Иногда у нас люди вносят киловатты вместо лошадиных сил. И не попадают в заданный коридор. Они идут через дробь. Бывает, что вообще указано одно значение. И ты думай, это что? Киловатты или лошадиные силы? В базе ГИБДД вы не пороетесь, не сопоставите. Что предоставили, с тем и работаем. Следующий вопрос. Какую страховку оформить при покупке бушного автомобиля из новых регионов? Вопрос очень актуальный. Потому как присоединили у нас регионы давно, а позаботились о них только с 1 января. До 1 января у нас не было даже коэффициента территории. Вновь присоединенные территории, мы их присоединили. Соответственно, они в Российской Федерации. Им нужно регистрировать автомобили. Ну, как я знаю, на местах их регистрировали без ОСАГО. А если он купил в Рязани автомобиль, то чтобы вернуться к себе, он должен его зарегистрировать. И он должен предоставить ОСАГО. А их никто не страхует. Две компании страховало по временной регистрации, если такова и имеется. А если нет такой, то безвыходная ситуация. Замкнутый круг. То есть ты не можешь зарегистрировать, потому что у тебя нет страховки. Ты не можешь застраховать, потому что нет коэффициента территории. С января все изменилось. Сложности в некоторой степени остались, но стало намного легче. ОСАГО обязательное страхование, и его нужно делать всем. Вот интересный вопрос, такой он тоже. Нахожусь в поиске моего первого автомобиля, и автомобиль будет непростым. А ретро, москвичными десятых годов. В сообществах ретроводов пишут, что зачастую бывает сложно застраховать, попросту не страхуют старые машины. Есть ли такая проблема, и если есть, то как быть? Человек реально. Проблема есть. Проблема глобальная. Но все решается. Так же, как и с присоединенными территориями, так и с ретроавтомобилями. У нас такие клиенты есть. С ними непросто. Но незастрахованных не осталось. То есть есть компании, которые... Есть компании, есть агенты, которые найдут выход из сложившейся ситуации. Сейчас вот в этом месяце мы страховали несколько мотоциклов, Ява, какого-то немаженного года со старыми документами. Еще технический паспорт, такая книжечка зелененькая. Не во всех компаниях есть возможность для ввода данного документа. Тем не менее, все желающие застраховались. А по цене дороже будет или вроде бы, ну... Ну, я бы не сказала, что дороже. Если... Ну, понятно, что одни и те же, если взять условия, там, один человек, одна и та же... Да, базовый тариф, скорее всего, будет верхний. Но это не критично. То есть если человек настроен на покупку такого автомобиля, уж там 3-4 тысячи не напугают его и не заставят отказаться от своего желания. Так, пару вопросов еще у нас тут остается. Про страховки для нерезидентов хотелось бы больше информации. Машина регистрирована в РФ. То есть, получается, машина зарегистрирована в РФ, а водитель или страхователь, да, нерезидент страны. Ну, например, там... Собственник автомобиля, иностранный гражданин. Ну, как я понял, да? Он временно пребывает на территории Российской Федерации и, соответственно, купил здесь автомобиль и его зарегистрировал на свое имя. Здесь при регистрации есть тонкости. У них срок действия регистрации по месту пребывания обычно составляет 3-6 месяцев, и автомобиль регистрируется в ГИБДД, в МРЭО, на этот срок. При страховании, ну, как и везде, существуют некоторые сложности, но ничего критичного, страхуем. Сложнее, чем россиянам, но страхуем. Но для оформления страхового полиса требуются переводы всех документов. То есть, и паспорта, перевод, и всех водительских удостоверений, если водительская и иностранная, также требуется перевод. Такой вопрос. Вот, например, есть страховой агент, да? Вот сейчас, возможно, кто-то из зрителей, из подписчиков захочет обратиться к тебе. Если что, ребята, это можно будет сделать. Удаленно же можно застраховать автомобиль? Конечно. Не обязательно обращаться. Это даже удобнее для всех, и для нас тоже. Чтобы человек не тратил свое время. А из другого города? Да потому что лично я, как бы, да, я тоже не езжу. Как это происходит в двух словах? Чтобы если вдруг на удаленке сделать страховку? Ну, самый стандартный вариант. То есть, на WhatsApp присылается полный пакет документов. Люди иногда не доверяют. Мне дали ваш номер, но документы я вам прислать не готов. Мне всегда хочется спросить. Номер вам дал человек в костюме банана на вокзальной площади? То есть, если вам меня порекомендовали, значит, вы уже, как бы, должны, человек порекомендовавший доверять. Ну, отверстие не взял, он на себя, раз он рекомендует. То есть, документы всегда нужно присылать в полном объеме. От нас они точно никуда не денутся. Они уже есть у всех, кому они необходимы. Хорошо, человек прислал документы. На основании этих документов он формирует свой запрос. Мы задаем уточняющие вопросы. Петров, собственник, страхователь и единственный водитель. Так? То есть, вопросы стараемся формулировать, чтобы люди отвечали да или нет, чтобы не было разночтений. Делаем расчет. Обычно по нескольким страховым компаниям. Если мы сразу попадаем в десятку, мы видим это по базовому тарифу, по цене, что все, вот он золотой вариант. Мы сразу первые отсылаем. Но клиент, к примеру, говорит, а я вот не хочу Росгострах. Вот они меня когда-то обидели 6 лет назад. Да, у меня есть такая компания. Я вас уверяю, все течет, все меняется. Я даже год назад было все сложнее. Все, какие-то компании стали хуже себя вести. Какие-то наоборот исправились. То есть, все мы, да. И мы предоставляем варианты. Человек выбирает свой. Обычно предлагаем две цены сразу. То есть, это каска ОСАГО, голая ОСАГО мы это называем, и ОСАГО с защитой. С защитой, да, от дураков в простонародье. То есть, это от бесполезных. Я рекомендую каждому оформлять именно такую. Но это дело добровольное. Никоим образом не настаиваю. Советую, но не настаиваю. Человек выбирает свой вариант. Мы присылаем на проверку. Проверять обязательно. Потому как многие говорят, я вам доверяю. Это не доверие. Это перекладывание ответственности. Да, и человеческий фактор. Заведомо никто лгать не будет. Мы в этом не заинтересованы. Мы работаем на долгосрочную перспективу. И видя, сколько лет мы уже в этом бизнесе, можно предположить, что у нас достаточно клиентов. И значит, они нас за что-то ценят. И мы ими также дорожим. Да хотя бы проверить. Можно кто-то рассмотрелся. Обязательно. Опечатка какая-то. Да. Все люди, все имеют право на ошибку. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому разделяем ответственность. Мы со своей стороны проверяем. Причем у нас специфика такая, что набирает один сотрудник, проверяет другой сотрудник. Но клиент обязательно проверяет. К примеру, это наш постоянный клиент. Но он сменил либо паспорт, либо прописку, либо водительское удостоверение. И нас об этом не уведомил. А глядя на образец, он увидит это, вспомнит и так далее. Опять же, вы увидите коэффициенты. У вас будет возможность задать какие-то вопросы. А почему было так, а стало так? Ну, будем выяснять. Потому что бывают сбои в РСА. Ну и после того, он говорит, все, я выбираю вот это. Вот это мне нравится. Давайте все страхуем. Дальше варианты оплаты. То есть, ну, кто-то может принести наличкой. Кто-то может перевести деньги. Банки предлагаем на ваше усмотрение. Кто-то хочет самостоятельно оплатить по ссылке. Иногда бывает две ссылки, когда вот это класс. Компакт минимум не привязан. После оплаты получается, ему полис высылается на... Полис, мы указываем свою почту, чтобы все контролировать этот процесс. И высылаем клиенту уже от себя. Полис. У нас обслуживаются клиенты, которые никогда с нами не виделись. У нас разница во времени какая-то. Там Владивосток, Камчатка. То есть, откуда они взяли контакт, это в принципе не важно. Самое главное, что все довольны. Все, работа одни. Друзья, поэтому если вдруг кто-то хочет застраховать. И по каким-то вопросам пообращаться к каким-то сложным, неординарным ДТП. В описании к ролику есть контакты Елены. Пожалуйста, обращайтесь. Я с этим человеком работаю уже лет 10, наверное, даже больше. Я как бы люблю общаться с людьми и работать с людьми, которые сидят на своем месте и делают свою работу. У меня были тоже какие-то нюансы, моменты. Я тоже как-то звонил и всегда получаю определенную консультацию, какие-то грамотные советы. Итак, друзья, мы сегодня будем тогда, наверное, закругляться. Я думаю, мы достаточно хорошо и подробно раскрыли эту тему. Я сам для себя сделал какие-то открытия и нюансы. Мне страховочки, пожалуйста, на моей машине от бесполезных, потому что всякое бывает. Давайте подытожим. Страхование автомобиля – вещь важная. И очень важно грамотно подходить к этому вопросу, чтобы вы хотя бы понимали, чем отличается ОСАГО, что это такое, что это обязательное. Каска – это уже от ущерба необязательное. Нюансов много вам. Не совсем прям нужно в это вникать прям конкретно. Есть люди, есть специалисты, которые в этом более разбираются. Например, взять меня. Я как бы в этом области не эксперт, какие-то моменты знаю, но тем не менее сейчас при общении с экспертом я для себя сделал какие-то открытия. Если мне нужно что-то изменить, какие-то есть вопросы, я уже знаю, куда копать, кому звонить и так далее. Поэтому не управляем автомобилем, если мы не вписаны в страховку. Обязательно следим за, скажем, сроками. Потому что обычно агент, если вы работаете с одним человеком, вам будет уведомлять, звонить, либо писать, что у вас скоро, через такое-то время заканчивается страховка. Но возьмите сами вопрос на контроль, потому что все мы люди, бывает у агентов очень большое количество клиентов. Чтобы не получилось так, у вас что-то произошло, там даже остановил инспектор ГИБДД, а у вас раз, у вас просрочено полис, уже как несколько месяцев, вы об этом даже не в курсе. Поэтому соблюдайте все эти правила, знайте определенный алгоритм при ДТП, когда можно европротокол составить, когда нет. Но и самое главное, повторюсь, вот от себя лично совет, как от автомобилиста, имейте в своем справочнике телефон. Потому что сейчас вот такая ситуация, одни законные правила, а через неделю они изменятся. Если я не в этой области, я вот что-то упустил, что-то я уже не помню. И вы всегда сможете позвонить и узнать более текущую информацию. Если у вас остаются какие-то еще вопросы по данной теме, вы, пожалуйста, в описании к этому ролику спрашивайте, поотвечаем. Елен, я тебе благодарен за то, что ты пришла ко мне на этот подкаст. Я думаю, как бы мы людям принесем этим пользу, сделаем один большой ролик, потом мы порежем это на более маленький, потому что вопросов очень много. Поэтому тебе огромное спасибо. Может быть, есть пожелания начинающим водителям, да и в принципе водителям, как от себя, как от эксперта. Ну, даже не знаю, начинающих водителей у меня не так много, вот в семье, так скажем, у нас все водители с опытом, больше 10 лет как минимум. Но сталкиваясь по работе, я понимаю, что для вас это темный лес. Не стесняйтесь, обращайтесь, задавайте и бестолковые вопросы. Самое главное признавать, это вызывает уважение, нежели я все сам, я сам разберусь. Можно разобраться, вы поколение, которое рождается, наверное, уже с джойстиками в руках и в интернете чувствует себя, как рыба в воде, но тем не менее, как сказал Сергей, невозможно охватить все, объять необъятное. Поэтому обращайтесь к специалистам, как минимум за вопросами, делайте выводы и принимайте верные решения. До свидания, до новых встреч. Ну, а я от себя уже традиционно всем вам, ребят, желаю, конечно же, удачи на дорогах и без аварийного вождения. Всем пока-пока.